МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационную картину дня вам представят наши корреспонденты и я, Арина Николаева. Вначале коротко о главных темах выпуска. Сто дней на посту. Сергей Горбань рассказал о развитии трамваев, перспективах метро и борьбе со стихийными рынками. По сей день, я, честно говорю, от работы полного удовольствия не имею, потому что многие вещи мы делаем в таком ручном исполнении, это не совсем правильно. Блогеры джаз, журналисты классика. Известный ведущий «Эхо Москвы» Александр Плющев поделился секретами ремесла с ростовскими коллегами. Все думают, что если прийти на встречу, то тут им сейчас расскажут что-то такое, они тут же это применят, и будет счастье. Скрытая агитация в красках. Ростовские школьницы победили в международном конкурсе вирусных видеороликов. Мы были в основном в селах Ростовской области, именно таких нетронутых цивилизаций, можно сказать, и снимали девственную природу, так скажем. И это вышло довольно-таки красиво. Из общежития РГСУ на проспекте Шолохова этой ночью эвакуировали 450 человек. Причиной стал пожар, о котором сообщили ровно в час ночи. Как позже выяснилось, возгорание произошло в шахте лифта. Спустя 45 минут огнеборцам удалось полностью справиться со стихией. Пламя нанесло ущерб на 20 квадратных метрах площади. Погибших и пострадавших нет. За 100 дней у власти глава администрации Ростова Сергей Горбань отчитался перед журналистами. На брифинге градоначальник рассказал, как планируют бороться с несанкционированной торговлей, засильем уличной рекламы и стоит ли жителям Донской столицы надеяться на появление метрополитена. Обо всем по порядку Виктория Щетинина. Никаких официальных докладов, только вопросы журналистов и ответы градоначальника. За полчаса Сергей Горбань успел поделиться мыслями по широкому кругу тем, но большинство из них так или иначе касались развития транспорта в Донской столице. Споры вокруг движения трамваев на Станиславского до сих пор не утихают. Сегодня есть идея заменить рельсовые машины на низкопольные автобусы. Еще решения до конца нет, но я склоняюсь в большей степени убрать их оттуда, потому что цена вопроса, там почти 4 километров реконструкции дороги за 3 миллиарда рублей, она превышает все разумные СНИПы, которые сегодня есть. Это первое. Второе я повторял, еще раз повторюсь, 159 домов, которые вызывают беспокойство фундаменты. Мечты ростовчан о метрополитене еще могут сбыться. Отказываться от подземки власти не намерены. Другой вопрос, в какие сроки ожидать начала работ, но на него пока нет ответа. Все, что касается метро Большого, это Левенцовка, Сельмаш. У нас сегодня есть в бюджете средства на проектирование. Сегодня работает управление метро в городе Ростове. Определены основные места. Это тема, от которой мы не уходили в сторону, никуда не девались. Рассматривают в администрации и вариант легкого метро. Но финансирование с бюджета оно не получит, поэтому необходимо искать инвесторов. В ближайшее время разработают технико-экономическое обоснование проекта, чтобы понять, сколько может стоить этот вид рельсового транспорта. Целый блок вопросов вызвала борьба с несанкционированной торговлей. Задача – не сносить стихийные рынки, а сделать их легальными. Это не только дополнительные деньги в казну, но и официальные рабочие места, подчеркнул градоначальник. Мы сегодня определили три МУПа, кто будет займ брать, кто будет кредит брать, у кого под что есть. И, наверное, до тысячи стационаров такой мелкой торговли мы создадим муниципальной. Это хороший путь, это будет государственное предприятие. Любой желающий сможет через аукцион взять этот варек, готовый, уже подключенный ко всему. Бороться Сергей Горбань намерен и за силием уличной рекламы. От больших счетов будут уходить в сторону электронных форматов. В этом году в городе продолжат строить платные парковки, внедрят безналичную оплату проезда в общественном транспорте и рассмотрят вопрос о сокращении штата администрации. Чиновников может стать на 10% меньше. На вопрос, доволен ли руководитель Южной столицы уже проведенной работой, Горбань ответил критично. По сей день я, честно говорю, от работы полного удовольствия не имею, потому что многие вещи мы делаем в таком ручном исполнении, это не совсем правильно. Наша задача сегодня переходить от наших обещаний к практическим делам. Истинные результаты будут видны только через три года, отметил глава. Виктория Щетейна, Владимир Дудник, Южный регион инфо. В Донской столице наберут сотню лучших инвестпроектов. Ростовский авангард – так будет называться список компаний, которые смогут рассчитывать на помощь муниципальных властей. Об этом сегодня рассказал глава администрации Сергей Горбань на встрече с предпринимателями пролетарского района города. Сформировать список инвесторов городоначальник пообещал до мая текущего года. Он станет аналогом сотни губернаторских проектов. Ведущий «Эхо Москвы» Александр Плющев посетил медиапарк Южный регион и встретился со своими молодыми коллегами. За два часа разговора известный блогер не только рассказал о своем профессиональном опыте, но и ответил на каверзные вопросы. Подробности в следующем сюжете. «Кто ждет сенсационный секрет успеха, тот пришел не по адресу», говорит Александр Плющев. «Никаких универсальных технологий по завоеванию аудитории не существует. Каждое интервью – это импровизация, в которой главное – индивидуальный подход к собеседнику». Так описывают свою работу известные журналисты-блогер. «Все думают, что если прийти на встречу, то тут им сейчас расскажут что-то такое, они тут же это применят и будет счастье. Ну, когда, как известно, люди ждали, что вот проведут радио и заживем. Радио провели, а счастья все нет. Так и здесь». Не за рецептом счастья, а ради общения ростовские блогеры пришли на встречу с московским гостем. Никаких заготовленных вопросов. Темы обсуждения рождаются на ходу. «В отличие, допустим, от журналистики, когда ты приходишь уже с каким-то листом, когда ты блогер, ты можешь больше импровизировать. В этом смысле журналистика больше похожа на классическую музыку, а блогерство – на джаз». Чтобы живая дискуссия не превратилась в унылую лекцию, организаторы выбрали формат вечерних посиделок. Поучаствовать пригласили 30 человек. «Вечерние посиделки, чтобы это были не лекции, не мастер-классы, в прямом их понимании, когда встает лектор или там мастер и говорит, как надо делать. Для блогеров и для медийной тусовки сейчас важны форматы, когда можно обмениваться опытом, слушать человека, задавать ему вопросы, но не когда человек довлеет над тобой». Нынешние блогеры стараются выходить из виртуального пространства почаще, поэтому публичные встречи становятся обязательными. В этом году медийная тусовка уже собиралась в Новосибирске, вторым стал Ростов. Виктория Щетинина, Игорь Кравтенко, Южный регион.Инфо. Выпускницы ростовской телевизионной школы ТЭФИ победили в международном конкурсе «Арена мультимедиа». Жюри признали их работу «Моя Родина, моя страна, моя Россия» – одно из самых лучших. Авторов ролика честовали на заседании ученого совета ДГТУ. В финале вышли в 11, и эти 11 претендовали на победу в трех номинациях. Лучшее раскрытие темы, там лучшее творческое решение, уникальность и гран-при. Ростов забрал приз в номинации «Уникальность». Над самым уникальным вирусным роликом трудились три гимназистки Донского технического. На создание ушло около недели, вдохновлялись русской литературой и донской природой, признаются лауреаты. Мы были в основном в селах Ростовской области, именно таких нетронутых цивилизаций, можно сказать, и снимали девственную природу, так скажем. И это вышло довольно-таки красиво. У нас красивая страна, красивые территории, и, естественно, кадры тоже вышли прекрасно. Сами все сделали, мы сами придумали идею, сами написали сценарий, снимали, монтировали, все полностью делали сами. Конкурс проходил с июля до конца сентября прошлого года среди всех образовательных центров «Арена мультимедиа» в России и странах СНГ. Выпускницы Ростовской школы ТЭФИ стали самыми юными участницами творческого соревнования. Следите за новостями на нашем портале rostovlife.ru. Делитесь с вами фото и видео, а также информацией по телефону редакции. А я прощаюсь с вами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова